Славянску на Кубани вновь выпала честь принимать краевые спортивные соревнования. На этот раз детская спортивная школа «Триумф» стала площадкой проведения очередного этапа открытого чемпионата Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд. Группа поддержки команды наших земляков оказалась самой громкой и эмоциональной. Такая эмоциональная зарядка должна положительно сказаться на успехах славянских баскетболистов в этой непростой, но такой зрелищной игре. Я пришла сюда поболеть за нашу славянскую команду. Я хочу пожелать нашим ребятам победы. Это самое важное. Просто посмотреть, понаблюдать за игрой. Я пришел сюда поболеть за нашу славянскую команду. Я желаю им победы. Я хочу также научиться играть, как и наши ребята. На этот раз команда из Славянска на Кубани принимала на домашнем паркете гостей из Абхазии. Игра сегодня очередная календарная. Идет первый круг чемпионата. Чемпионат будет играться в два круга. Шесть команд участвуют в этом чемпионате. Пока после третьего тура команда Славянска на Кубани идет на первом месте. Но равенство очков и у нас, и в Новороссийской, и в Сочи одинаковое количество очков. Поэтому борьба только на начальной стадии. Задачу ставим самую завышенную, потому что в Славянске на Кубани развивается баскетбол, детский баскетбол. Для этого создана эта команда мужская. Баскетбольные команды Славянск и Сухум Абхазия встречались неоднократно. И каждый раз игры выдаются очень напряженные. Соперники очень опытные, сильные. Как говорится, будет интересная игра, надеюсь. Ну а там посмотрим, выиграет сильнейший. Спортсменов Славянской сборной. Соперники не пугают. Капитан команды Славянск Александр Дорошенко признается. Наша сборная шла на игру с настроем, только на победу. Я думаю, что эта игра будет довольно трудная, потому что ребята приехали сюда за несколько сот километров не просто прокатиться, а дать бой. Игра была фантастической по накалу, ходу и результату. С самого начала игры «Фортуна» была на стороне славянцев. Наша команда не давала противникам вырваться вперёд. Но даже несмотря на это, долгое время счёт был практически равным. Как и ожидалось, баскетбольная встреча держала в напряжении всех зрителей, заполнивших трибуны спорткомплекса «Триумф» до последней секунды. В итоге финальная сирена зафиксировала победу славянской команды с отрывом в 22 очка. Игра закончилась с счётом на 94-69. Славянск, нагревание! Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».